Всех приветствую! Меня зовут Кириллова Татьяна. Я основатель школы эмоционального баланса. И с 1 марта новый поток школы откроется. Всех приглашаю. Кого приглашаю в первую очередь? Конечно, это тех, кто имеет какие-то жизненные проблемы и прошел уже кучу, если это со здоровьем, значит, это много врачей пройдено, результата никакого, непонятный диагноз, организм уже весь просто разваливается и трещит по швам, выхода нет, какое-то, возможно, уже отчаяние, бессилие. Приглашаю тех, кто интересуется какими-то... Это даже не сверхъестественные вещи. Когда вы начнете разбираться в этом и начнете сами осваивать эту технологию, мой авторский метод, который основан на знаниях по многомерной медицине Пучко Людмилы Григорьевны и работы с мыслеформами Павлова Валерия Ивановича. Когда вы сами начнете это делать и почувствуете, что у вас получается, научиться этому может любой, любой. Для этого не требуется каких-то яснознаний, яснопониманий или еще какой-то дополнительной ясности. Все это можно освоить через регулярную работу с маятником, то есть диагностика через маятник. И работа с причинами тоже происходит не каким-то там волшебным медитативным образом, а через составление мыслеформ. Мыслеформы — это некие молитвы, с которыми мы обращаемся с какой-то просьбой. Вот, например, когда, если вы видели видео с моими подборами цветов Баха или эфирных масел, то я уверена, что вы, простите, поняли, что такое мыслеформа и как она работает. И вот с помощью мыслеформ можно работать не только с цветами. Это, кстати, мое нау-хау, мое изобретение. Работать с эфирными маслами, например, не покупая сами масла, а с информацией о них. Потому что, когда мы работаем с самими маслами, нюхаем их, втираем там в какие-то участки тела, это хорошо, это здорово. Но это достаточно долгий продолжительный период времени потребуется на то, чтобы вы получили эффект. И смотрите, из какого принципа я подхожу к подбору масел. Бессмысленно работать с следствием. То есть, допустим, когда у нас там какая-то депрессия, какое-то расстройство, какая-то болезнь или заболевание, что-то происходит, это уже следствие. Где-то есть та причина, из-за которой вот это вот все произошло. И пока вы не найдете причину, вы можете масла использовать годами, вы можете принимать таблетки, вы можете медитировать, ну, супер какие-то использовать, применять методы, но все будет возвращаться. То есть, опять же, будут сниматься симптомы, а причина как была, так и есть. Так вот, подбирая даже масла, не говоря уже про работу, про прямую работу с причинами, даже подбирая масла, я опираюсь на то, что я делаю подбор для того, чтобы человек, который этот подбор мне с запросом ко мне пришел, чтобы он понял, почему это так произошло. И когда я читаю человеку значение масел, в них уже заложены эти подсказки, когда, что и как случилось и произошло. И вот в школе эмоционального баланса я буду вас учить, как определять причины, что с ними делать, как с ними работать. И причины это не только, которые в нас. Это причины, которые идут по роду, какая-то вот наша наследственность, генетическая наследственность. Это причины, которые идут из прошлых воплощений. Если вы допускаете такой вариант, что когда-то вы уже воплощались, что это тело, в котором мы сейчас, это не наше, не первое тело, это уже одна из череда, одно из воплощений. И зачастую в прошлых жизнях через регрессивные методы психологии можно увидеть, что там произошло, что принесло сюда эту причину. И, допустим, это может быть какая-то клятва, что, например, я никогда не буду брать денег, или я никогда не буду там что-то делать, или пока я не отработаю какие-то свои грехи, ну там, знаете, вот может быть что-то случилось, и в прошлой жизни вы себя за что-то очень сильно корили. И в этой жизни вы расплачиваетесь за это, что вы дали себе там какой-то зарок, какое-то обещание, что в этой жизни вы будете, ну не то, что в этой, а вообще, что вы будете теперь всегда это отрабатывать. Это, конечно, можно назвать кармой, но когда мы заходим к разным проблемам с разной точки зрения, выясняется очень много всего интересного. Когда вы эти навыки получите, вы почувствуете защищенность и уверенность в жизни. Вы поймете, что не страшно заболеть коронавирусом, потому что вы знаете, что с ним делать. Вы не будете бояться получить какое-то хроническое заболевание. Вы начнете мир воспринимать вообще с другой стороны, с другой точки зрения, с других позиций. Вы начнете наблюдать за миром. То есть вы будете на мир смотреть через призму своих ощущений, себя лично. Вот о чем нам все говорят. Посмотрите в себе, придите к себе. Вы начнете понимать, что все, что происходит с вами вокруг вас, это вы и есть. Вот это все то, что многие нам говорят, эзотерики, психологи. Понять это очень сложно и принять это очень сложно. На уровне ума мы это понимаем и осознаем. А принять это вот на уровне, вернее как, а именно прочувствовать это и перевести это в состояние самостоятельно не просто невозможно. Нужны знания. Нужны знания, которыми я буду с вами делиться как раз в школе эмоционального баланса. Те знания, которые вы получите, они будут служить вам всю жизнь. Вы начнете развиваться, вы станете исследователями своей жизни. Вы сможете помочь своим близким в какой-то мере, если они вас попросят. Но все эти детали, нюансы я все объясняю, все рассказываю в школе. Почему школа эмоционального баланса? Потому что за свой 15-летний опыт, который я сейчас, опыт полученных знаний, практический опыт, которым я как раз делюсь в школе эмоционального баланса, я пришла к выводу. Это такой эмпирический вывод. Это опыт многих-многих-многих работ с собой, с людьми. Что все базируется на эмоциях. Но, конечно, любая эмоция, она точно так же по какой-то причине проявляется в нас. И вот получается, что если мы кого-то ненавидим, значит в нашем организме создается среда, благоприятная для размножения инфекций. Если мы разочарованы, благоприятная среда для развития вирусов. Если мы в гневе, это паразиты, глисты, в том числе энергопаразиты, которые токсичные люди появляются, и если это грибы у нас, то это уныние. Вот все можно смотреть с точки зрения эмоций. Почему эмоции? Потому что от всего другого, вот этих глубинных причин, мы увидеть сами не можем, но эмоцию можем отследить. Мы не умеем и не сможем никогда эмоции контролировать. Весь контроль эмоций заканчивается возникновением блоков. То есть, когда эмоция пошла, и мы начинаем ее давить в себе, у нас образуется энергетический блок в теле в зависимости от того, в той части тела, в зависимости от того, кому мы эту эмоцию испытывали. Понятно, что там, где наши половые органы, это отношения с противоположным полом, какие-то желудочно-кишечный тракт. Это то, когда мы какую-то ситуацию не можем переварить и так далее. То есть мы и по телу будем учиться ориентироваться, что о чем нам тело говорит, о чем эти причины, что это за причины, как их определить. Всему этому я буду учить. Учиться мы будем порядка 7 месяцев. Но смотря, будем смотреть тоже по группе, как мы идем. И будем... Это будут видеоуроки. Будет один урок в неделю, это видеозапись. Один раз будем встречаться на мастер-классе. И один раз будем встречаться... Я буду отвечать на ваши вопросы. То есть в воскресенье с утра в 10 утра. Это у нас будет мастер-класс. Я буду вам показывать, как я это делаю. Вот мы будем работать с какой-то темой. Я вам буду показывать, как я это делаю, чтобы вы понимали и наглядно видели, как это происходит. Это через такие уроки... Это, знаете, как посвящение некие. Когда, допустим, мама нас учит творить борщ или стряпать блины, вот пока мы не увидим сами, как это делается. Научиться по написанному рецепту очень трудно. Хорошо сейчас есть в помощи YouTube, где мы можем что-то посмотреть и научиться. Но когда вас посвящает в это кто-то, кто очень хорошо это делает, посвящает, то есть показывает вам, то это, во-первых, обучение происходит гораздо быстрее, а во-вторых, вы тоже какую-то энергию получаете в помощь для своего развития. И по вторникам я буду присылать вам уже записанный видеоурок, с которым вы работаете самостоятельно. И в какой-то из них недели мы с вами договоримся, будем встречаться вечером, где я буду отвечать на ваши вопросы, с чем вы столкнулись во время работы с этими уроками, как и что вы делали, какие-то вопросы текущие, которые у вас будут возникать. Мы все это будем разбирать. И я, конечно, буду помогать вам, чтобы у вас быстрее все получилось. В марте мы осваиваем такой базовый курс, который обязателен для всех, чтобы подключиться к следующим каким-то урокам. Без этого базового курса никак нельзя двинуться дальше. Вот эта база первый месяц стоит 5000 рублей. И там я дам все базовые навыки. Если вы их получите и поймете, как дальше двигаться, возможно, вам не понадобится дальше в школе учиться. Но по своему опыту знаю, что самостоятельно справиться с самого начала сложновато, потому что не хватает опыта и знаний. Приглашаю всех в свою школу. Сейчас на протяжении 10 дней буду рассказывать вам подробности, что, как мы будем заниматься. Буду выкладывать какие-то материалы, которые, чтобы вы понимали, как примерно, что это будет происходить. Выложу несколько, может быть, уроков из предыдущего потока. Ну и, конечно, поделюсь с вами теми отзывами, которые в течение курса давали ученицы. Всем желаю хорошего дня. Следите за моими постами и публикациями. И приглашаю всех в свою школу. Это потрясающий опыт, это потрясающие навыки, это настоящее волшебство.